Забота о братьях наших меньших не ограничивается наполнением пищи их мисок и визитами, если они болеют к ветеринару. Ведь впуская животные в нашу жизнь, мы берем на себя гораздо большую ответственность, что порой оказывается непосильным трудом для некоторых, из-за чего животные нередко и попадают в приюты, где их обеспечивают всем самым необходимым, ветеринарной помощью и, что самое главное, вниманием и заботой. И хотя открытие на Пале такого муниципального приюта оказалось делом непростым, некоторые жители были против лающих соседей, пришлось даже прибегнуть к вмешательству судебных органов, но проблемы эти столица все же сумела преодолеть. Было доказано, что все шумовые и санитарные нормы тщательно соблюдены. И немалая заслуга в этом была вице-мэра Таллина Арва Сарапу, который был удостоен в этот раз титула «Друга животных» 2016 года. «Сперва, конечно, я был очень удивлен, но если я смотрю, как я жил до сих пор, тогда у меня были три собаки и кошки, и я чувствую, что они делали меня добрее». Вице-мэр не скрывает своей радости и потому, что благодаря появлению нового муниципального приюта у животных появилось больше возможностей найти себе хозяев, ведь в прошлом их по стечению определенного и не всегда продолжительного срока нередко усыпляли. «Все-таки цель, чтобы они найдут хорошие хозяина». И если я смотрю, как наши домашние любимцы влияют на общество, они все-таки влияют вот так, чтобы они делают люди добрыми. Я очень рад, что у Талины есть такие услуги, чтобы домашние животные не бросают, и они найдут на будущее хорошие хозяина. Звание же ненавистника животных прошлого года было присвоено, как это не парадоксально, человеку, занимающему должность главного специалиста ветеринарного центра Пярнувского уезда Элите Силлар, которая в 2016-м признала здоровой лошадь, пострадавшую по мнению Союза защиты животных Эстонии за плохого обращения и не назначил ее хозяевам за это никакого наказания. На что ветеринарно-пищевой департамент уже назвал эти обвинения в адрес чиновницы необоснованными, подчеркнув, что речь идет об обязательном, этичном и компетентном специалисте. Что касается народного голосования, то тут самым враждебным к животным поступкам было признано решение Министерства сельской жизни и министра окружающей среды не запрещать в Эстонии деятельность пушных ферм. Ну а самым дружелюбным поступком года жители страны назвали «трогательное спасение котенка», который неминуемо утонул бы во время ливня в Таллине 10 июня, если бы мимо, по счастью, не проезжал Марко Мянисте. Он не поленился выскочить под проливным дождем из машины и забрать дрожащего от холода и испуга котенка. Кстати, назвали его «Тильк» – «Капля». И пусть в Новом году в сердце каждого из нас будет хотя бы капля доброты, которой мы готовы будем поделиться с братьями нашими меньшими.